здравствуйте сегодня мы поговорим с вами о том как выбрать основу для создания панно в технике скульптурная живопись но для того чтобы говорить об основании материала для основы нужно понимать что такое скульптурная живопись это и объемные объекты нечто среднее между барельефом и скульптурой смотрите они очень сильно выделяются над поверхностью выполнены они из штукатурки декоративной и достаточно тяжелые исходя из этого понятно что на листе бумаги или на листе тонкого картона нам не удастся создать такую работу и так я сейчас расскажу о том что можно использовать и как подготовить материал для работы можно взять холст холст для работы очень подходит работы получаются красивые эффектно если оставить фактуру холста то будет замечательно смотреться можно брать грунтованный можно не грунтованный холст его потом прогрунтовать самостоятельно но сегодня я ним рассказывать не буду поскольку это такой же следующий шаг мы поговорим о более простых материалов но холст отличное решение можно работать на мдф всем знакомый материал у него много названий он бывает гладкий с одной стороны и вот здесь шершавый будет гладкий с обеих сторон но материал это достаточно тонкий и поэтому сразу на нем работать нельзя его нужно обязательно грунтовать о том как грунтовать мдф или другие материалы я расскажу но использовать это особенно на первых порах когда вы учитесь очень даже рекомендую еще можно использовать фанеру ну или прямо доски настоящие вот фанеру можно покупать в магазинах такие как юный техник или может быть с тысяч мелочей не на магазинах где продаются отходы остатки у нас например в ижевске в магазине юный техник продают вот такого формата большего формата 25 на 25 25 на 50 сантиметров и они и это фанера на не кондиция она иногда бывает некачественная но выбрать хорошую всегда можно поэтому выбираем она стоит там очень дешево и подготавливаем ее немножко шкурим по краям чтобы края не были острыми чтобы не не занести занозу вот и можно пошкурить здесь чуть-чуть ну это кстати не обязательно потому что когда мы работаем с декоративной штукатуркой вот это основание но все перекроется а вот краям лучше пошкурить и это фанера прекрасный материал для работы какой толщины взять не берите тонкую потому что дерево боится влаги и от попадания влажной штукатурки или влаги в помещении его может повести берем минимум 8 миллиметров а лучше 10 10 миллиметров толщины это уже та фанера которую не нужно защищать грунтом если только вы не вешаете ее в каких-то влажных помещениях и так если наше панно будет висеть просто в комнате в обычной в коридоре то недостаточно фанеры толщиной 10 миллиметров которую не придется грунтовать специальным грунтом иногда я делаю разные заготовки вот посмотрите вот здесь основание у фанеры потоньше уже 6 миллиметров потому что есть рама которая держит форму то есть в этом случае допускается взять поменьше и все равно я буду ее покрывать грунтом для того чтобы избежать каких-то неприятностей точно так же можно грунтовать доску я сейчас покажу как я это делаю чем я это делаю переключившись на камерой на стол так прежде чем начинать работать нам нужно прогрунтовать фанеру или мдф если вам нужно чтобы здесь очень хорошо все крепилось то можно прогрунтовать любым грунтом для дерева я иногда использую грунт для мебели вот фирмы атуре он очень хороший адгезионные к нему все хорошо прикрепится любая краска будет держаться так что ничего не отпадет но для декора если у вас фанера толстая 10 миллиметров то ее можно покрыть просто слоем акрила прежде всего нужно убрать пыль если такова имеется совсем еле влажной губкой я убираю пыль и теперь покрываю любой белой акриловой краской любой это не играет никакой роли какая будет марка краска акриловая никакой красоты здесь не нужно просто тонким слоем покрываем акрил выступает в роли грунта декоративная штукатурка будет очень хорошо держаться этого вполне достаточно ничего не отпадет не беспокоит вам придется еще и края обрабатывать поэтому вот эти краешки боковые стороны тоже нужно покрыть грунтом данном случае акриловой краской все работа это фанера готова для работы вот нужно в дате и высохнуть но если вы хотите делать быстро и торопитесь можно немножко посушить феном но только не горячим всегда сушим либо холодным феном ели либо ели теплым собственно все мы подготовили с вами фанеру для работы и ну вот собственно и все хитрости в кавычках сложного ничего нет поэтому мы уже подготовили с вами фанеру и можем приступать к работе декоративной штукатуркой а на этом этот урок заканчивается удачи вам в освоении скульптурной живописи а